Эльвира Макзумова решила попытать удачу, продав свою четырехкомнатную квартиру по цене вышерыночной. На объявление тут же откликнулись представители Ломбарда. Предложили купить недвижимость на 30% дороже, но в рассрочку на 4 месяца. Поддавшись 7-минутной эйфории, Эльвира с радостью согласилась. Первая часть обещанных выплат должна была поступить со дня на день. Но Ломбард неожиданно закрылся. В итоге мать троих детей осталась ни с чем. На сегодняшний день я с тремя детьми дома. Я хожу сейчас по съемным квартирам. Мне бы хотя бы квартиру вернуть. Я уже сижу на съеме. Как можно так вот? Кто это на ворфедал? Как так можно? Я просто понимаю, это факт мошенничества идет. Потому что продали они 19-го числа. А я сейчас по СМИ узнаю, что руководство уехало уже. Закрыли они 15-го числа. Поистине, сказочными предложениями вкладчиков привлекали как минимум 3 организации. Гарант 24 ломбард, эстет ломбард и выгодный займ. Работали они на одних и тех же условиях. Клиентам гарантировали ежемесячный доход в 35% от суммы взноса. Перед такими бонусами сдержались немногие. Доверчивые граждане закладывали дома, продавали имущество, брали кредиты, чтобы получить как можно больше легких денег. В итоге остались ни с чем. Представители ТО одномоментно отключили телефоны, а их офисы закрылись. Разъеренных клиентов пришлось успокаивать сотрудникам правоохранительных органов. Я вложил свой автомобиль. Сегодня должен был получить свои проценты более 500 тысяч тенге. Теперь не знаем, где искать виновных, куда все подевались нашими деньгами. Как не поверишь, если полгорода здесь ходит. Я же не один был. Если бы эти компании проверяли сразу, то не было бы этого всего. Народ бы не пришел. Люди же наивные, думали, честно работают. Я в декабре вложил миллион 800 тысяч тенге. Первую выручку должен был получить в марте. Что теперь делать, не знаю. В течение только первых дней скандала заявлениями в полицию обратились около 200 человек. И у всех одна и та же история. Взамен на недвижимость, деньги и имущество им предлагали золотые горы. В итоге ни того, ни другого. Все эти компании, они имеют признаки функционирования финансовых пирамид. Но окончательное заключение на основе собранных доказательств, признание этого финансового института может поставить только в суд. На имущество подозреваемых, но установлено, нами принимаются меры к наложению ареста. Также какие-то денежные средства, нами были изъяты в ходе мероприятий в этих компаниях. Все это пойдет в счет возмещения ущерба. И окончательный вопрос об этом будет решен в суде. Псевдоломбарды начали свою деятельность в октябре прошлого года. Всего за 4 месяца успев открыть филиалы во всех регионах страны. Имидж компании рос как на дрожжах. Первые 3 месяца вкладчики своевременно получали свои проценты. А параллельно работало и сарафанное радио. Люди рассказывали друзьям, знакомым и близким о головокружительном успехе предприятия. Но потом мыльный пузырь лопнул, оставив вместо себя только по предварительным данным больше 5 миллиардов тенге долгов. В полицию уже обратились больше 6 тысяч казахстанцев. Заведено 22 уголовных дела. Задержаны 13 директоров филиалов. Полиция проверяет банковские счета и имущество компании. А их учредители ищут за рубежом. В настоящее время в отношении уже троих учредителей, и ломбарда, и эстет ломбарда, и выгодного займа, объявлен международный рост. Санкции суда избрана арест. Мера пресечения содержания по страже. Действительно информация о том, что Мурзабеков покинул территорию Казахстана подтверждается. Он пересек границу с Российской Федерацией Казахстана. Тем временем в социальных сетях распространяется видеоролик, в котором мужчина, называющий учредителем ломбарда «Гаран-24», предположительно тот самый Мурзабеков, объясняет причину побега за пределы Казахстана. По его словам, страну он покинул из страха попасть за решетку. Вкладчиков он просит забрать свои заявления из полиции. На коммуне учредителя сети ломбардов задержали в Молдове. Если на данный момент я вернусь, меня закроют, потому что очень много заявлений. А если заявлений будет меньше или их вообще не будет, я смогу вернуться, вернуть всем гражданам деньги, потому что вся сумма находится в Казахстане. Такую сумму просто нереально чисто физически вывести за пределы Казахстана. Они находятся в обороте. Схема так называемого оборота была довольно проста и вместе с тем заведомо провальная. Выкупая в рассрочку машины и квартиры существенно дороже рыночной стоимости, бывшим владельцам обещали отдавать деньги частями в течение трех-пяти месяцев. Но на самом деле имущество граждан продавали в два раза дешевле реальной цены. Таким образом, привлекая все больше желающих обогатиться, уровень за уровнем возводили настоящие финансовые пирамиды. Но, как известно, факт того, что конструкция подобного рода сооружений обречена на очень быстрый и стремительный крах. Экономическая наука доказала давным-давно. Есть такая ситуация, что в любом случае все довольны не будут. То есть кто-то пострадает. Либо тот, кто продал квартиру ломбарду, либо тот, кто купил. При этом большинство людей поверили не только учредителям, но и звездам казахстанского шоу-бизнеса и популярным видеоблогерам. Впрочем, и они не только рекламировали, но и сами вкладывали большие суммы в предвкушение легкого заработка. После того, как по Казахстану прокатилась волна арестов, руководители ломбардов, отдельно актеры, певцы и ванеры осознали свои ошибки и решили публично раскаяться. К этой компании никакого отношения я не имею. Так же, как и вы. Так же, как и вы, я был обманут. Меня привел туда друг, сказал, что есть такая компания. Ты можешь по дешевке купить машину или продать подороже машину. Я убедился в документации. Так же, как и вы. Я пришел в их офис, убедился, что у них очень много филиалов по всему Казахстану. Я посмотрел договора заключенные. Очень много машин куплено, квартир, продано квартир. Насчет того, что там туда сдать деньги и получить подпроценты, я насчет этого вообще не в курсе был. Я говорил только о том, что это ломбард, куда можно сдать машину подороже. Известный вайнер Миржан Турибаев пошел еще дальше. Он написал заявление в полицию по факту мошенничества со стороны сотрудников ломбарда «Гарант-24». О чем сообщил на своей странице в Инстаграм, прикрепив соответствующие документы. В своем обращении к подписчикам он также упоминает друзей, которым поверил. Данные звезды будут у нас допрошены в соответствии с законом о рекламе, в соответствии с административным кодексом об административных правонарушениях. По статьям 150 и 157 действительно предусмотрена административная ответственность, но эту административную ответственность тоже нужно установить. То есть наши звезды шоу-бизнеса и эстрады должны были достоверно знать, что они рекламируют преступную деятельность, они рекламируют действия преступных организаций, которые были созданы для отъема денежных средств у наших граждан. Грозит ли наказание казахстанским звездам, которые рекламировали ломбард, вопрос спорный. Если вину докажут, их ждет штраф до 530 тысяч тенге. Экс-депутат мажориса парламента Светлана Романовская считает, что нужно ужесточить условия размещения рекламы в сети. Она предлагает блокировать аккаунты тех инстаграм-звезд, которые распространяют недобросовестную рекламу. Звезды и те, кто являются авторитетами для населения, на них подписано очень большое количество людей, они не предупреждали народ, то есть своих подписчиков, по поводу того, что они на правах рекламы распространяют эту информацию. Мы сейчас работаем с депутатами мажориса парламента и в ближайшее время будет инициирован законопроект, который наведет порядок в этой сфере. Так или иначе, но в центре скандала звезды шоу-бизнеса оказались без злого умысла, а также, как и все остальные, желая заработать. И теперь уже другие жертвы обмана, кроме учредителей финансово-кредитных организаций, своих бедок обвиняют еще и их и даже грозят подать в суд. Впрочем, доказать вину будет непросто, уверен юрист Тулегин-Болтанов. Тот же самый артист актеру мог добросовестно заблуждаться. Если они докажут наличие сговора между ломбардом и этим человеком, который рекламировал, и что он из этого извлекал какую-то выгоду, тогда вполне возможно. А сейчас, в той ситуации, когда человек заявляет, что я сам такой же пострадавший, то есть меня попросили, я... Ну, видите, законом у нас нет, не регулируется тот момент, что лицо, которое используется в качестве рекламы, должно проверять, надлежащий ли товар оно рекламирует или нет. Ну, привлекать их к ответственности. Ну, во-первых, рычагов нет юридических. Всем пострадавшим юрист рекомендует написать заявление в полицию, именно на финансовые организации, и требовать наложить арест на имущество. Тем временем, всем пострадавшим, а их по предварительной оценке порядка 40 тысяч, готовы помочь психологи. Есть у нас кризисные центры, да, если даже нет возможности там к частному психологу пойти, можно обратиться в поликлиниках, есть психологи, вплоть до того, что как бы и могут больницу положить, да, в отделение неврозов, чтобы человек пережил этот период, да, то есть там помогут и какими-то транквилизаторами, медикаментами, там будет помощь психолога. Впрочем, стоит ли прибегать к подобного рода услугам, зависит от степени одержимости жажды легкой наживы каждого отдельного гражданина. Тем временем, в Министерстве финансов заверяют, что теперь деятельность ломбардов будут регулировать строже. И напоминают, что быстрый заработок и большие проценты – первый признак финансовой пирамиды. А в Казахстане заниматься такой деятельностью запрещено 217-й статьей Уголовного кодекса. Амир Саминбетов, Айсулу Махмутова, Гульжан Айнабекова, Житекун. Амир Саминбетов, Гульжан Айнабекова, Житекун.